Постоянно под бомбежкой, да, все вот эти разговоры о том, что перемирие соблюдалось, ну это, конечно, скажем так, полное вранье, да, то есть... То есть обстановка напряженная? Ну, в день, то есть вот мы были в течение трех суток, да, трех суток в Донецке, обстрелы не прекращались практически ни на минуту. То есть особенно по утрам они, и поздно вечером, то есть вот про обстрелы проходили. В этот раз сергиопосадские активисты решили отступить от привычного маршрута. Краснодон, Луганск и, наконец, Донецк. В каждой из этих населенных пунктов Новороссии Денис Охромкин вместе с товарищем привезли так необходимые там продукты и медикаменты, собранные в сергиопосаде. Проехали через Краснодон и Луганск, да, разгрузились при помощи местных активистов, скажем так, на детском доме-интернате, да, детям привезли сладости. Ну, там, ну, питание, сладости, то есть бряники, конфеты. Потом мы проехали в Луганск, соответственно, ну, это как бы по нашей старой программе, да, мы там снабжаем, скажем так, одну военную комбинатуру Луганска тоже продуктами питания, там, вещевым имуществом, теплым бельем. Сергиопосадцы не могли не заехать и на Саур-могилу. Мемориальный комплекс, посвященный памяти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, в ходе ожесточенных боев уже в августе 2014-го был разрушен. И теперь встречает гостей, ощетинившись остатками памятных конструкций. 10 августа рухнула фигура солдата, сильно пострадали барельефы, да и сам обелиск получил ряд сквозных пробоин. Там во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за эту высоту. Сначала штурмовали нашу, наши позиции, потом русские войска штурмовали немецкие позиции на этой же высоте. И вот в этот раз опять русские воины держали высоту с превосходящими силами, скажем так, фашистов, потому что по-другому не назвать монументы, которые уцелели в ходе этих боев, да, двухмесячных. Практически у каждого монумента в голове, в височной области было отверстие от крупногалиберного орудия. То есть они действительно, вот эти люди, которые пытались завоевать господствующую высоту, они просто были больны, наверное, тем, что ненавидели вообще не то, что русских людей, а да и все, что было построено русскими людьми. Наши земляки с гуманитарным визитом побывали и в самом Донецке. Если в Луганск потихоньку жители начали возвращаться, там пытаются привести в порядок разрушенное украинскими войсками, то столица ДНР пока еще производит впечатление опустевшей. Не хватает самого элементарного – еды, тепла, воды. Но самое главное есть вера, что Россия не бросит. На нашу страну в Новороссию очень большие надежды. Встретив по дороге очередной гуманитарный конвой, ополченцы улыбаются, сравнивая его с проходом грузовиков по дороге жизни к блокадному Ленинграду. А вот вам и доказательство, что нас Россия никогда не бросит. Вот идут машины, которые не дадут, погибнут детям, старикам, женщинам холодной смертью. И я думаю, что Россия поможет и в герметическом плане, и в медицинском, во всех. Нас, братья-россияне, не просят никогда. Завершающий пункт поездки – центральная клиническая больница Донецкая. Медицинский персонал, который работает здесь, не получает зарплату уже долгое время. Однако практически все продолжают выполнять свои обязанности. Как и во многих других населенных пунктах, тут нужны самые элементарные препараты и продукты. Но грустно констатируют врачи и ополченцы в украинских СМИ уже отрапортовали, что Украина обеспечила нуждающихся на десятилетия вперед. Недавно по телевизору передали киевские власти, что они на Новороссии, ну сюда, на Донбасс, отправили 13,5 миллионов тонн гуманитарной помощи. Которую мы не поносили. Мы просто сидели… Нет, ну представьте себе цифру. Это вообще косе… Чем мы ее доставили? Нет, да. Мы считали, сегодня ночью сидели. Мы смеялись, потому что это мы вообще можем несколько десятилетий жить и ничего вообще не делать. Просто питаться. Просто есть. Да, просто есть. Поездки на Донбасс обязательно будут продолжены, говорит Денис Охромкин. Список того, что там нужно, составлен. Сейчас активисты начинают плотно взаимодействовать и с местными сергио-посадскими властями. По-прежнему они остаются безучастными к нуждам Новороссии. Простые горожане, представители общественности, бизнесмены. Пункт приема гуманитарной помощи все тот же. ГДО на ферме. Телефон Дениса Охромкина 8-916-913-0644. Татьяна Трушкина, Ирина Самойлова, Евгений Половинкин. День города.